Сегодня хочу вас расспросить о том, насколько российские картофелеводы обеспечены семенным материалом для посадки и вообще каково состояние отрасли, потому что в связи с событиями последнего месяца люди стали очень тщательно следить за курсом доллара, задумываться о том, по какой цене будет посевной материал. Главное, это касается кукурузы и подсолнечника, по которым отечественные селекционеры не очень в выигрышном свете предстают. И, конечно, вопрос есть о том, насколько мы обеспечим себя картофелем, не будет ли он слишком дорогим. И первый вопрос, наверное, Евгения Борисовне задам. Скажите, пожалуйста, ваша оценка, какова сейчас достаточно для посева? Ну, смотрите, до сегодняшнего момента я не могу охватить, скажем, всю страну, я могу сказать только по состоянию нашего предприятия, нашего, ну, скажем, круга потребителей. На данный момент могу сказать, что немножко увеличился спрос в связи с субсидиями, с помощью государства мелким фермерам на выращивание именно сортов российской селекции, поэтому появилось очень много предпринимателей мелких. Пока вот такого ажиотажного спроса я не могу сказать, что он есть, то есть люди еще не поняли, что происходит. Я думаю, что в этом году мы еще пройдем как бы безболезненно, а в следующем году почувствуем нехватку семян, хороших, качественных, я имею в виду. С чем эта нехватка связана? Ну, наверное, с поступлением семян из зарубежа, потому что я очень много слышу сейчас, что деньги, оплаченные за семена, как бы семена люди не получат. То есть в лучшем случае вернут деньги, в худшем случае вообще исчезнут с рынка. Ну, это бывают такие форс-мажоры, то есть это связано, я считаю, только с тем, что не будет привычных каналов поступления, а новые еще не будут сформированы и раскачаны. Речь идет о семенном картофеле, который сажают непосредственно сельхозтоваропроизводителя, или о семенах, которые необходимы вам для работы? Нет, нам лично, нашему предприятию семена не нужны, потому что мы занимаемся первичным семеноводством из продирки. Вот, то есть у нас полный цикл, нам извне ничего не нужно. Я имею в виду тех фермеров, у которых поставка семян была из-за рубежа. Привычные каналы были из-за рубежа, не из внутренних, скажем, семеноводческих предприятий, а оттуда. Ну, это связано со многими факторами, ну, вот, я думаю, что вот с этим будет связано. Спасибо. Владимир Дмитриевич, а что скажете вы? Я знаю, что ваша компания занимается в том числе распространением семенного картофеля Бавария, ЗАД, Европлант. Вы импортируете картофель? Что в этом году? Да, все в рабочем. Немного курс евро нестабильный, в связи с этим связаны наши траты на транспорт. Но вот сейчас более-менее стабилизировалось, все в рабочем порядке, все завезем. И я думаю, что в ближайшее время не будет такого, ну, ни ажиотажа, ни недостатка в семенах. У нас еще есть семена прошлого года, то есть у нас достаточно стабильное производство, все выращиваем на орошении, на нескольких производственных участках, поэтому даже сейчас можно сказать, что еще есть семенной материал, который нужен, если фермерам, то у нас он есть в наличии. Осенью, в связи с тем, что в среднем по стране была ситуация нестабильная, выросли цены на продовольственные картофель, и, в принципе, наблюдался определенный ажиотажный спрос на семенной картофель, он потихоньку, скажем так, наполнился рынок и к концу года, в общем-то, стабилизировался. Если говорить на зависимость от импорта, наверное, вот в последние годы, начиная с 2014-2015, когда программа так называемого импортномещения пошла, и, в общем-то, и многие западные компании, многие наши российские компании, которые хотят стабильно производить и быть на этом рынке, то они как раз перешли на полный цикл производства, и у нас также практически на 80-90% обеспечены собственными семенами и собственных лабораторий. Но когда речь касается про новые сорта или, допустим, спрос рынка возрастает на определенные номинования, то, естественно, мы завозим базовый материал, новый материал тех или иных сортов из Запада. Здесь, в общем-то, более-менее рыночный механизм отлажен, то есть цена-качество. Владимир Дмитриевич, некоторые поставщики сельхозтехники объявили, что в связи с санкциями не будут привозить новинки. Зарубежные семеноводческие компании такую же политику проводят или пока все тихо, спокойно? Ну, такую не проводят. Здесь, наверное, это личная позиция каждого сложившейся ситуации. И если говорить про картофель как скоропорчийся продукт, в Европе был достаточно хороший урожай картофеля. Это было там и на Украине, и в Беларуси более-менее. В России затронуло это засыпы летние, сложные условия при уборке. Если говорить про семенной картофель, если сегодня его не продать, то, в конце концов, в мае-июне месяце он никому не нужен будет. Наши партнеры на Западе это тоже понимают, и мы все понимаем. Поэтому здесь достаточно гибкая позиция. И если говорить про новые селекционные достижения, конечно, они делятся, но для этого нужны стабильные условия работы. Потому что нужно соблюдать авторские права, тогда, в общем-то, все готовы работать. – Понятно. Скажите, а можно ли утверждать, что будет у нас сложность с получением картофеля специального назначения, то есть для производства чипсов, картофеля фри, на крахмал? И насколько отечественная селекция может удовлетворить потребности в таком картофеле? – Ну, если говорить про сорта для переработки, здесь, конечно, компании, которые построили заводы, они максимально реализировали производство. Мы тоже выращиваем картофель на чипсы и на картофель фри. Эти сорта есть. Сегодня, не нарушая никакие патентные правила, соответственно, мы выращиваем много свободных сортов, которые, в общем-то, в России уже локализованы. Если говорить про отечную селекцию, непосредственно наша компания занимается отбором селекции сортов на картофель фри. И на чипсы мы не проводим, потому что это очень такой ограниченный рынок. И для нашей пока растущей селекционной компании разное направление селекции сортов будет сложно, то есть концентрироваться. Мы сегодня концентрируем на ранние сорта, на картофель фри. И в ближайшем будущем сложно будет сказать, чтобы появились сорта. Это и во всем мире также. То есть есть линейка из семи, там, десяти сортов во всем мире, которые используются на чипсы, допустим. То же самое на картофель фри. И чтобы появился новый сорт, ну, нужно десятилетие для того, чтобы этот сорт был апробирован именно в системе переработки и потребления. Поэтому направление это есть, но российских сортов, которые полностью удовлетворяют вот этим условиям переработки, пока нет. Понятно. Евгения Борисовна, а что вы скажете? С Дмитрием, Владимиром Дмитриевичем, то вообще как бы бравада у такой скороспелой селекции, это, в общем-то, по меньшей мере неправильно. Поэтому надо набраться терпения и не гнаться за отчетом, что да, мы создали сорт. Мало того, что 10-12 лет на создание сорта и такое же практически количество времени для обкатки этого сорта на рынке в зависимости от специфики сорта этого. Так что я согласна полностью, да. Не могу не спросить вас о письме Картофельного союза, которое было направлено министру сельского хозяйства. Речь там шла о том, чтобы призвать картофелеводов использовать семена более высокой репродукции. То есть сеять не первую репродукцию, не вторую, а элиту и даже суперэлиту. Вот в чем суть этого предложения и есть ли сложности в реализации этого плана? Насколько отстоит элита дороже, чем семена первой репродукции? Насколько может увеличиться урожайность за счет применения семян более высокой репродукции? Может, Владимир Дмитриевич ответит? Да, я согласен с тем, что высокие репродукции дадут возможность вырастить более качественный картофель. К сожалению, то есть в том премиум-сегменте, который сегодня имеет более высокую цену реализации, более лучший внешний вид, в России, к примеру, к марту-апрелю месяце практически не остается картофеля. Если в осенний-летний период у нас еще есть картофель премиум-сегмента, то к весне такого картофеля нет. С одной стороны, это было связано с условиями хранения, но сейчас у многих появились хранилища, но все-таки из второй, третьей, а то и четвертой, пятой репродукции вырастить премиум-картофель невозможно. То есть более качественная, которая внешне именно выглядит. Здесь нужно на самом деле понимать, что это избежать не только вирусной болезни, но и многих других грибных, бактериальных болезней, которые на поверхности клубни создают неправильный или некрасивый внешний вид, уродливую форму, трещинки и прочее. С этим в большей части связано. И стремление картофельного союза как раз и говорит о том, что чем выше репродукция, тем выше урожайность, потому что каждый процент заражения, он, соответственно, сильнее сказывается на урожайности. Появляются при вирусных заболеваниях хлороз листьев, которые в конечном счете не ведут к синтезу дополнительного белка. Это так, если глобально говорить научными терминами. Поэтому в России пока существует ситуация, что очень много низких репродукций, и с этим связана общая средняя урожайность. Резко прибавить площадь и производство картофеля невозможно, вот как этот год даже показал. Это и отсутствие орошения, это и отсутствие тех или иных климатических условий. Очень много нужно техники для того, чтобы, допустим, еще раз плюс 100 гектаров прибавить или плюс 1000 гектаров. Но на этих гектарах, которые у нас уже существуют, можно прибавить урожайность. И это связано, в первую очередь, с качеством семянного материала. Почему же сейчас они приобретают в хозяйство элитный семянный материал? Он настолько дороже стоит? В чем причина? В любви хозяйства покупают элитный семянный материал. Тем более и программа субсидирования позволяет сегодня ощущать комфортно хозяйством, при покупая элитный материал. И они понимают, что это качество, это урожайность. Но на начальном моменте, возможно, еще и есть недостаток того, что люди не понимают, с чем это связано. Ну и второе, элитный материал, к примеру, он еще в недостаточном количестве в хозяйствах есть. То есть сегодня, если говорить про общее производство элитного материала, мы потихоньку растем, то есть производители семянного картофеля в России, но этого объема недостаточно, которое могло бы использоваться на всех площадях. Евгения Борисовна, каковы ваши наблюдения? Насколько семена более высокой репродукции могут помочь повысить урожайность и качество? Ну, я могу сказать только на примере своего предприятия, что на протяжении периода существования предприятия мы продаем только суперэлиту. Так сложилось, у нас круг замкнулся, технология отточена, пятипольный севооборот, у нас нет лишней земли, и как бы все рассчитано на выращивание, скажем, от 600 до 1000 тонн суперэлиты. Поэтому говорить о высоком качестве я могу, и могу сказать, что те фермеры, которые у нас все-таки берут, да, психологически это очень сложно понять фермерам, почему суперэлита, почему элита, и почему вот такие цены, но тем не менее, кто однажды попробовал, уже с этой дорожки не уходит. Реально, очень высокое качество. Поэтому как бы каковы потенциальные возможности других предприятий выйти именно на конечную продажу суперэлиты или элиты, тут, конечно, я не могу говорить, я могу только сказать о своем опыте. Где мы можем лично нарастить еще более, большее количество суперэлиты, и даже супер-суперэлиты, это возможность, потенциальная возможность выращивать больше мини-клубней. Значит, если на данный момент мы выращиваем миллион штук, сюда же входят заказанные клубни зарубежных компаний, которые непонятно, как сейчас это все будет, и плюс еще как бы наши клубни, которые мы выращиваем. Мы можем увеличить в два раза выращивание мини-клубней, и тем самым мы выйдем на большее количество первого полевого поколения, даже сможем предложить рынку супер-суперэлиту. Говорить о стоимости, как бы, ну, это надо считать. Это надо считать, и в конечном счете при замкнутом производстве, то есть когда полный цикл, постоянное пополнение микрорастениями, мини-клубнями, то есть мы выходим на нормальные цены, в общем-то, приемлемые для рынка, не поднебесные. Ну, сейчас понятно, что все это будет немного пересматриваться до полного, скажем, устаканивания рынка. Ну, вот так. Одно из предложений Картофельного союза – это платить субсидию на элитный семенной материал не только районированных, но и нерайонированных сортов. Вот скажите, пожалуйста, в своей практике, как часто вы сталкивались с тем, что хозяйство не могли получить субсидию, именно потому что сорт нерайонирован, и почему все-таки они продолжают высевать эти нерайонированные сорта? Евгения Борисовна, вы сможете ответить? Да, могу. Значит, некий момент бюрократии, в принципе, это отчасти может быть и правильно для того, чтобы прослеживать как бы рынки, но, с другой стороны, быстрый, динамично развивающийся рынок и в условиях санкций, это немножко тормозит фермеров. То есть они для того, чтобы районировать сорт, нужно два года испытаний, заключения и так далее. То есть все это как бы достаточно долго. Но фермеры на свой страх и риск, в общем-то, они пробуют, испытывают сорта сами, нигде это не фиксируется, но, тем не менее, они умоляют, просят дайте нам этот сорт, но так как нам не дадут субсидии, особенно вот в этом году, это очень остро, потому что помощь есть государственная, просто речь идет о том, что напишите нам другой сорт, который районирован там у нас, и мы будем выращивать этот сорт. Я согласна полностью с предложением с этим, что хотя бы, может быть, на момент наполнения рынка дать свободу распространению сортам, чтобы уже фермеры сами определили, какой сорт лучше. Их же не обманешь, им туда как бы не поставишь тот сорт, который у них не пойдет. Вот они как раз-таки самые первые, которые испытывают эти сорта. То есть вот я здесь только за. Владимир Дмитриевич, а вы сталкивались с подобными ситуациями, когда сорт хороший, растет, но вот из-за того, что не районирован, невозможно получить субсидию? Внесение госреестр, в принципе, позволяет выращивать сорта по всей территории федерации. Но зачастую получается так, что хозяйство сами на свой страх и риск решают сажать не районированные сорта, потому что они в тех или иных условиях, а то иногда и в рыночных условиях их больше интересуют или интересуют их потребителей. Ну, зоны районирования тоже, они сложно находятся. Ну, к примеру, если говорить про наши, вот, в Саратовской области это другая зона, допустим, в Юг Самарской области это седьмая зона, там восьмая зона. Вот. И получается климатические условия одинаковые, но сорта районированные уже совсем по-другому. Те, кто там хотят выращивать сорта, они... Владимир Владимирович, вы на связи? Да-да, все, видно вас. Те, кто хотят... Да-да. Те, кто хотят приобретать те или иные сорта, они зачастую приобретают только те сорта, которые районированы, потому что иначе не субсидируются. Таким образом, они или теряют, соответственно, свои преимущества, именно рыночные, или, соответственно, приобретают не те сорта, которые... Или приобретают они сорта, которые себя хорошо показали. Поэтому, если говорить даже про Европу, где разные климатические условия, там внесение в госреестра одной из страны и это позволяет этот сорт выращивать хоть в Греции, хоть в Испании, хоть, соответственно, в Германии. Но я считаю, что сам механизм районирования, он раньше служил для того, чтобы производители еще во времена Советского Союза получали достоверные сведения, насколько сорт подходит или не подходит к климатическим условиям. Сегодня в рыночном механизме фермеры или производители картофеля сами рискуют своими средствами для того, чтобы получить на самом деле или в случае риска получить максимальную выгоду или, соответственно, пролететь. Но это уже будет риск самого производителя. Сорта, которые используются сегодня в госреестр Российской Федерации, они испытаны, есть достоверные сведения, насколько они хорошо или плохо отзываются на орошение, на удобрение и прочие условия. То есть они сами по себе неплохие и если создать определенные условия, то они во всех практически климатических условиях, кроме регионов Дальнего Севера, дадут хороший урожай. Здесь бы вегетации хватило. То есть у нас сегодня есть механизм создания условий возделывания сортов, это и использование орошения, специальное удобрение, защита растений, если это, например, не фитофторустойчивые сорта. То есть мы работая вот начиная от Калининград до Сахалина, знаем, что в разных климатических условиях, особенно на юге, в общем, жара, в Калининграде, там и на Сахалине муссонный климат, там больше фитофторы, то есть, конечно, рекомендуем сорта, которые будут более просто в возделывании, но фермеры иногда считают, что им нужны те сорта, которые сегодня востребованы на рынке. Но все-таки к вашим рекомендациям они прислушиваются, наверное. Кто как не семеновод подскажет. Да, и вот снятие этого в общем-то запрета на субсидирование всех сортов, не только районированных, то дало бы возможность более широкой линейке сортов дойти до потребителя. Как вы оцените позиции именно российской селекции картофеля? Селекции. Есть ли у нас какие-то выдающиеся наименования? У нас есть хорошие сорта и были в отечественной селекции те, которые в общем-то до начала механизированного производства широко использовались хозяйством. И сейчас используют такие как Удача, Невский и еще несколько наименований. Они достаточно урожайные, хорошо хранятся, они имеют высокую устойчивость к вирусным болезням, вкусные, как один из атрибутов, но иногда теряют показатели внешние. То есть в магазин мы приходим и начинаем покупать глазами. Мы не ищем какой сорт урожайный или какой вкусный. Мы ищем глазами, какой будет красивее. Здесь, конечно, и упаковка играет роль, но вот в механизированном производстве эти сорта себя потеряли. Но с 2018 года работает программа ФНТП. Она во всей Российской Федерации есть грантовская система поддержки селекция очень своевременно и полезна для предприятий, особенно те, которые имеют полный цикл семеноводства. Наша компания одна из первых вывели в 2021 году под названием Джулия и подали в госреестр. Надеюсь, что это уже современная селекция, основываясь на самый передовой западный опыт. То есть будем считать, что именно они первыми пошли в процессе механизации производства. То есть один из основных принципов здесь селекции это сорта должно быть приспособлено к механической уборке. То есть в конечном счете, если мы их комбайнами уберем и машинные технологии отсортируем, они должны иметь прекрасный внешний вид для того, чтобы они понравились покупателю. Ну и соответственно обладали такими хорошими качествами устойчивости к болезням, высокой урожайностью и так хозяйств достаточно много, которые подключились или скажем так количество участников вот этого проекта, там и институты работают, и частные организации. Очень важно было как раз привлечь частный бизнес к селекционному процессу. Этот процесс идет, но как вот Евгения Борисовна сказала, вывести сорб быстро невозможно. Там нужно в общем-то лет 10 для того, чтобы на самом деле понять, насколько он будет хорош, насколько будет хорош в рынке. Поэтому эти сорта, я думаю, к окончании первого цикла программы к 2025 году появится несколько сортов, а я считаю, что десяток уже апробированных сортов. Ну и далее, если государственная поддержка продлится, то соответственно и будем работать, конкурируя в то же время западной соответственно селекцией. Сорт еще не районирован, я так понимаю, то есть внесен в госреестр или только после окончания 2022 года, то есть второй год испытаний. То есть в следующем году теоретически уже можно будет его убрать. в следующем году, если госреестр он войдет, то появится первая тонна в производстве, а дальше соответственно, я думаю, что за один год мы не сможем такое количество предложить покупателям, но к 2025 году от 100 тонн до 1000 уже будет в нашем наличии. Хорошо, спасибо. Евгения Борисовна, а вы как оцените позиции отечественных ученых? Ну, я хочу сказать, что, наверное, все только в начале пути, и дай бог, чтобы развитие не останавливалось ни при каких условиях, не могу пока сказать о шедеврах, потому что, опять-таки, нужно время. Учитывая как бы нашу огромную страну, учитывая количество сортов, это все, в общем, долго будет. Я надеюсь, что все-таки все будет хорошо с нашей селекцией. Хорошо. Евгения Борисовна, скажите, пожалуйста, конкретно для вашей компании, каким вы видите будущее, благополучный прогноз на будущее, или есть вещи, которые вас беспокоят именно в вашей работе в ближайшее время в связи с санкциями и другими экономическими сложностями, которые у нас возникают? по сути своей я есть, но некоторые вещи меня все-таки беспокоят. Беспокоят все-таки обслуживание техники и наличие запчастей. То есть у нас основная масса нашего парка это импортная техника, в частности немецкая грима. и мы немножко столкнулись в этом году буквально на днях с тем, что задерживается на неопределенный период. Никто не отказывает, но непонятно, когда это будет. И здесь нам надо понимать, что если нам две недели, может быть, три, учитывая погодные условия, в этом году нам в поле, и если сажалка останется без запчастей, то это, скажем, геометрическая прогрессия беда. Поэтому мы, конечно же, я связалась с многими поставщиками, там, дилерами, и мы, если честно, мы самую дорогостоящую деталь, которая самая важная для работы, мы ее, мы нашли токарей, мы нашли мастерскую здесь, и, в общем, в принципе, я была удивлена приятно, что ребята работают на высочайшем уровне, и надеюсь, что мы преодолеем все-таки вот эту, понимаете, как здесь даже не то, что нам отказали, это еще вообще все непонятно, просто оно может по срокам, сельскохозяйство и вообще растения, это как бы это наши боги, если мы что-то сделаем не вовремя, то мы теряем целый год, вот, поэтому вот тут вот немножко беспокойства, в остальном, в принципе, вообще беспокойства нет, высокое качество, оно всегда дает возможность в любых условиях, вот так. Владимир Дмитриевич, а ваши оценки, что вас обнадеживает, что настораживает? Ну, мы за стабильность, если сегодня говорить, ну, текущую ситуацию, конечно, нестабильная цена на средства защиты растений, к примеру, да, ситуация была еще и в конце предыдущего года, прогнозирующая нестабильность производства действующих веществ для тех заводов, которые в Российской Федерации находились, вот, ну, общая такая ситуация экономическая, она, ну, наверное, не способствует к стабилизации экономики или, допустим, производства стоимости самого картофеля, вот, зачастую мы в таком цикле находимся на земном шаре, то есть, это замкнутый круг, то есть, где-то какие-то детали не будут входить в сложившейся ситуации, но если говорить про нашу компанию, то ближайших тосевнов мы готовы, а дальше посмотрим. Расширять производство планируете? Мы стремимся к тому, чтобы расширять производство, как я уже говорил, стремимся к тому, чтобы увеличивать урожайность, но так, чтобы глобально и много сразу нет. Все полномерно, потихоньку. Хорошо. Владимир Дмитриевич, Евгения Борисовна, спасибо вам большое за то, что уделили время, рассказали, поделились этой информацией. Я думаю, что она будет важной и успокоит тех, кто вот сейчас скупает сахар, в панике. Картофель, я надеюсь, так скупать не будут и стабильно рынок будет обеспечен и картофелеводы наши смогут работать. Спасибо вам большое. Все, прощаюсь. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok